В воздухе и космосе им равных нет. В воздухе и космосе им равных нет воздушно-космические силы уверенно движутся к новым высотам. Об итогах боевой подготовки воздушно-космических сил в завершившемся учебном году и о задачах на 2020 год «Красной звезде» рассказывает заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин. Андрей Вячеславович, насколько сложным и интенсивным выдался окончившийся учебный год для воздушно-космических сил? Это был напряженный год во всех отношениях. В течение учебного года ВКС принимали участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки, проверках боевой готовности по планам Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутными войсками и военно-морским флотом, командующих войсками военных округов и ВДВ. При этом основные усилия ВКС в боевой подготовке были направлены на решение задач в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», всеармейских этапов конкурсов «Ключи от неба-2019», «Воздушные рубежи-2019» и «Авиадартс-2019», в том числе международного этапа «О». Особое внимание уделялось повышению практических навыков командования и оперативного состава по планированию и применению подчиненных войск, в том числе при отражении массированного ракетно-авиационного удара условного противника, внедрению в подготовку органов военного управления положения новых уставных документов и руководству ими. В целом интенсивность боевой учебы обеспечила требуемый уровень подготовки соединений и воинских частей, при этом срывов выполнения задач по предназначению допущено не было. Что именно из действий ВКС на учениях вы бы отметили, какие задачи выполнили авиационные экипажи и боевые расчеты? В ходе СКШУ «Центр-2019» высокий уровень подготовки показали экипажи звеньев Су-34 и Су-30СМ, поразившие более 30 наземных целей на полигонах Шигы Сесары Шагана в Казахстане с оценкой «Отлично». Боевые расчеты за РПК «Панцирс» успешно справились с выполнением учебно-боевой задачи по прикрытию назначенного точечного объекта от удара воздушного противника. Впервые десантирование осуществлялось более 70 самолетами Ил-76 с вылетом с четырех аэродромов исходного района десантирования на две параллельные площадки на минимальном боковом интервале в трех километрах между осями маршрутов. Это позволило сократить вдвое время десантирования и глубину боевого порядка, а также увеличить концентрацию десантируемых войск в ограниченном районе. В этом году подразделения и воинские части Воздушно-космических сил участвовали в различных совместных учениях. Так, они приняли участие в более чем 145 мероприятиях с соединениями, частями и подразделениями сухопутных войск. Также была продолжена практика совместной боевой подготовки подразделений, воинских частей и соединений ВКС в ходе полета в дальние авиации на воздушное патрулирование. Экипажами дальней авиации постоянно отрабатывались вопросы совместной подготовки с авиацией, зенитными ракетными и радиотехническими войсками объединений ВВС и ПВО объединенных стратегических командований военных округов. В июле впервые был выполнен совместный полет на воздушное патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и стратегическими бомбардировщиками Хун-6К военно-воздушных сил Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А в октябре в рамках развития двустороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между странами стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полеты с использованием аэродромов в ЮАР. В 2019 году на базе вузов, учебных соединений и воинских частей ВКС проведено более 500 сборов, конференций. Кроме того, проведены командно-штабные военные игры, инструкторско-методические занятия и показные учения, изучается опыт боевой подготовки и боевого применения ВКС. Каковы результаты подготовки младших специалистов ВКС в минувшем учебном году? Она осуществлялась в учебных центрах Воздушно-космических сил. На их базе прошли подготовку около 7000 военнослужащих, из них более 700 военнослужащие по контракту. В настоящее время спланирована поставка 27 боевых машин ЗРПК «Панцирс» и одного ЗРК из состава ЗРСС-350 в учебный центр зенитных ракетных войск военной академии ВКО. Для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения оборудованные содержатся в готовности к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны. В ходе подготовки к конкурсам летных экипажей авиадарти боевых расчетов ЗРВ «Ключи от неба» усовершенствована инфраструктура трех полигонов, продолжаются работы по совершенствованию инфраструктуры других полигонов. Они оборудуются новыми типами мишеней, оснащаются современными комплексами объективного контроля результатов боевого применения. Важнейшую роль в повышении уровня натренированности экипажей или расчетов родов войск Воздушно-космических сил, экономии ресурсов ВВСТ играют учебно-тренировочные средства-тренажеры. В настоящее время обеспеченность воинских частей ВКС с учебно-тренировочными комплексами в полной мере удовлетворяет потребностям в подготовке специалистов. При этом доля современных тренажеров превысила 70%. Основными из них являются учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, К-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных системы С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирьс». Активность боевого дежурства по ПВО и охране воздушных границ РФ по-прежнему сохраняется. Безусловно. В ходе несения боевого дежурства по Воздушно-космической обороне в этом году обнаружено и проведено свыше 1,9 миллиона воздушных судов, в том числе порядка 5 тысяч боевых самолетов, что на 8% больше, чем в 2018 году. Нарушений государственной границы РФ в воздушном пространстве не допущено. За отчетный период дежурные силы по ПВО 234 раза привлекались к выполнению задач по обеспечению безопасности международных и государственных мероприятий, в том числе с участием президента РФ и глав иностранных государств. Чему больше уделялось внимание в командовании ВВС и какой сейчас общий налет? Основные усилия в подготовке военно-воздушных сил сосредотачивались на поддержании достигнутого уровня летной натренированности экипажей к выполнению задач по предназначению, подготовке молодых экипажей к боевым действиям одиночно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и повышении квалификационных категорий летного состава. С этой целью личный состав ВВС принимал участие практически во всех мероприятиях боевой подготовки. Все задачи выполнены в полном объеме и с высоким качеством. План по налету в 2019 учебном году выполнен полностью. Общий налет составил более 350 тысяч часов. Это позволило достичь среднего налета на летчика более 90 часов, на молодого летчика-выпускника 2018 года более 110 часов. Наверное, не менее интенсивная работа шла и в командовании ПВО ПРО. Основные усилия командования войск противовоздушной обороны и противоракетной обороны были сосредоточены на поддержании их высокого уровня готовности к выполнению задач по предназначению. Проведено более 220 тактических учений, в том числе 21 с боевой стрельбой. По их результатам все зенитные ракетные полки получили положительные оценки. Задачи подготовки космических войск выполнены с должным качеством. Уровень боевой выучки соединений, воинских частей подразделений космических войск обеспечивает их способность выполнять задачи по предназначению с учетом новых вызовов и угроз военной безопасности государства. Средствами космических войск были обнаружены все пуски иностранных и отечественных баллистических ракет. Ракет космического назначения, боевые расчеты космодрома Плесецк провели 11 пусков. Ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет осуществили контроль вывода на орбиту 463 космических аппаратов, в том числе 25 отечественных и 438 иностранных. Провели более 350 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Каковы главные задачи боевой подготовки воздушно-космических сил в 2020 учебном году? В первую очередь это подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» и учениям по специальным видам обеспечения. Далее круг задач можно очертить следующим образом. Организация совместной подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей воздушно-космических сил с соединениями и воинскими частями других видов и родов войск вооруженных сил РФ по выполнению задач защиты воздушно-космического пространства РФ, прикрытия группировок войск и объектов от ударов с воздуха и космоса, проведение конкурсов по воздушной и полевой выучке среди экипажей и боевых расчетов ВКС. Кроме того, в нашем поле зрения однозначно проведение тактических учений с боевой стрельбой с дивизиями ПВО, в ходе которых будут отрабатываться вопросы создания системы борьбы с крылатыми ракетами и БПЛа, а также подготовка экипажей к боевому применению по наземным и воздушным целям, к выполнению дозаправки топливом в воздухе, к выполнению задач в темное время суток и совершенствования практики применения дальней авиации в составе разведывательно-ударных комплексов и межвидовых группировок. Нам надлежит обеспечить налет на молодого летчика не менее 100 часов, на курсантов летных училищ не менее 70. Продолжить работу по обеспечению безопасности полетов авиации ВКС и предотвращению авиационных происшествий. Обеспечить всесторонний контроль организации летной и технической эксплуатации новой и модернизированной авиационной техники. Принесение боевого дежурства по воздушно-космической обороне Обеспечить гарантированную защиту государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Александр Пинчук, Красная звезда